Рекомендует канал обычного человека, где вам расскажут и покажут, как можно превратиться из толстого ленивого жердяя в качка, в совершенно потрясающую подачу информации и бесподобный юмор, как Герон рекомендует. Не ленись, поставь это видео на паузу и кликай на ссылку. Не ленись, кликни прямо сейчас! Всем пламенный привет, с вами снова Герон, и вы смотрите канал Геронкрафта, и сегодня я вам дал второй шанс. У нас сегодня шестая серия прохождения в мире Властелин Кольца. Итак, по бесчестным просьбам влудящих мы добавили таки шестую серию Властелин Кольца, но тут вас ожидает хитрый подвох, потому что вам нужно собирать на седьмую серию всего лишь навсего жалкие 500 лайков. А также, ребятушки, чтобы вам не было интересно и не было скучно, мы сегодня займемся крайним необычным делом. Мы сделаем самый настоящий воздушный шар. Да-да, не удивляйтесь, для начала первое, что нам нужно сделать, это посмотреть, какие нам нужны материалы для этого. Конечно же, нам нужно много шерсти, потому что нужно сделать воздушный шарик именно из шерсти. Для этого мы бьем отсюда шерсть, отсюда кожу, я уже забыл, где что находится. Вы издеваетесь, то есть у нас шарик будет только совсем маленький шарик. Ладно, не буду ныть, не буду ныть, как школьник. А вот это, кстати, а что за сумочка? Что за сумочка? Что дают? А, я посмотрел, такая, думаю, фу, какая-то дурацкая сумочка. Так, ребят, секунду, я сейчас переоденусь. Ну а пока суд доделал, я буду вам сегодня рассказывать интересную вещь. Давайте мы сегодня обсудим такую забавную вещь, как авторские права в свете любителей рассказывать о том, что кто-то у кого-то украл идею. На самом деле рассказывать тут нечего особо, кроме того, что я забыл, как крафтятся заборчики. Так, вот, ребятушки, на идеи, на факты, на некоторые другие вещи, эти самые авторские права не распространяются. Да-да, не удивляйте себя, тушки, на факты они не распространяются, на идеи они не распространяются, на заголовки названий не распространяются, кроме торговых марок. Не распространяются авторские права еще на гербы, всякие там, как их называют, на государственные флаги и тому подобную государственную символику. Хотя там есть определенные ограничения. Такие дела, ребят, поэтому говорить о том, что кто-то у кого-то украл идеи, и он вообще сволочь и плагиат, нельзя. Потому что плагиат, это когда, простите, вы нарушаете чужие авторские права. А одалживать чужие идеи вы можете сколько угодно. Тем более, но, тем не менее, господа, я лично ни у кого из русских ютуберов никогда идей не одалживал. Просто потому, что у них нет хороших и достойных вниманию идей. Да, ребятушки, я очень скептично отношусь к русскому ютубу. Это, наверное, и так уже все мои постоянные зрители знают. Такие дела. Ладно, ребята. Теперь самое главное. Давайте выберем место под наш воздушный шарик. Я думаю, где мы его будем... Ну, как сказать... Где мы будем приземляться на этой шайтан-машине? Наверное, мы это будем делать здесь. Да, место есть свободно, выглядит красиво. Если есть идея, может быть, там какую-нибудь, знаете, деревянную башню построить вот так вот. Или вон туда приземляться. Но это не ближний свет, ребят. Хотя дерево я, конечно, бы не отказался срубить. Но да ладно. Как нам делается эта летающая машина? Конечно, во-первых, нам нужен мод Архимед Шип, который отвечает за полеты в небесах. Дальше нам нужно сделать какой-нибудь летающий девайс. Давайте мы сегодня... Строить вообще, на самом деле, девайс можно как угодно. То есть он может выглядеть как лодка, как что-то еще, как бочка. Но мы попробуем сделать именно что-то реалистичное и красивое. То есть форма корабля, это не принципиально. Там есть другие принципиальные элементы. Дальше я попробую сделать корзинку, в которой буду сам сидеть в нутрях. Так, здесь вот это лишнее. И, по-моему, я уже выспался, ночь поспал. Ну-ка, вот так вот. Да, да. Да. Особенно мне восхищают школьники, которые требуют, чтобы ты что-то там сделал. И чтобы это такое было такое, чтобы в других каналах этого не было. То есть вот какую-то тему ты снял вот самым-самым первым. Самое смешное, что когда-то, когда Герон был молодым и глупым ютубером, который делал разные глупости, он всегда старался быть первым. Какую-то интересную мод там обозреть. Да, да. Раньше я занимался обзорами модов. Сейчас я тоже делаю обзоры модов, но только больших и глобальных. Маленькие моды, это не ко мне теперь, ребята. Уже полгода, причем я это так и делаю. Только глобальные моды, только хардкор. Дальше, ребятушки, нам нужно скрафтить вот такую вандервафлю. Называется Шип Хелм. Это довольно интересная вещь. А у нас железо в этом доме есть. Я напрочь забыл, где что находится, кто, почему, при каких обстоятельствах, кто кому что должен. Ну было же железо, е-мое. А, вот оно, блин. А у нас железо оказывается в дефиците. Более того, мне очень честно, изы крафтинг здесь стоит или нет. Или сказал, не, фу, не хардкор. Да, здесь только, ребятушки, приходится все крафтить ручками. Никак иначе. Вот. Так вот, продолжая тему. Так я, как умный, как всегда был первым. Только первым. Только хардкор. Угадайте, чем это закончилось. Правильно. Топовые видеоблогеры воровали у меня ролики целиком. Пальцем показывать не буду, все знают о ком я. Вы можете стыдиться, дорогие друзья. Вот. И тем не менее. Не понял, а почему? Это железо. Ну. Че тебе не нравится? Палка, палка. Ну. Ну. А почему не работает? Слушайте, а и церк не работает. И в результате зарабатывали деньги не они. А я тут потел, составлял ролик. Они просто как попка-дурак повторяли за мной и рубили кэш. Это было очень обидно. Особенно обидно, почему не работает шилбхарф. Вы видите палочки, палочки. А-а-а. Это не ванильные. Он не понимает доски и других модификаций. Ему не подходит. Вот же сволочь. Просто сволочь. Этот мод сволочь. А где эти ванильные доски найду? Чувак, ты издеваешься? У меня нету. Секунду. Я сейчас поищу доски. Нам нужны ванильные доски. Блин. И ты вижу, что вы сейчас напишите. Тегер, он сам себе противоречит. С одной стороны, говорит, что идею воровать можно. А с другой стороны, я говорю, юридически можно, ребят. Да юра, но де-факто это нехорошо, естественно. Кто же отрицает? Вот. Получился у меня шип-хелмет. Теперь нам нужен Steam Engine. Который делается... О, боже мой. Вы меня разоите на железо. Вы издеваетесь. Они меня хотят разоить на железо, ребят. Они хотят моей смерти. Лютый. Вот. На самом деле. Но, 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 но. Нам нужен булыжник еще, помимо всего прочего. Которого дома нет. Вы издеваетесь. Да ладно. Нету булыжника? Секунду. На самом деле, ребят, это очень широко распространенная практика. То есть, происходит не только с моим каналом, но и с другими обзорщиками. Происходило, потому что сейчас обзоры это, конечно, не актуально. Вот. Очень часто эта практика распространена с идеей любителей делать топы. Причем, чем крупнее канал, тем чаще он страдает плагиатом. Просто бьется чужое видео и слово в слово повторяю, что в этом видео было сказано. Особенно это хорошо, когда ты в модах не разбираешься, а приходится снимать обзоры модов, потому что у тебя там до хрена подписчиков. Вот такие дела. Так вот все это работает, ребят. Я, естественно, никогда об этом слух не говорил, потому что любой скандал, ребятушки, пропиарит того, кто ворует ролики и идеи. Они без того много зарабатывают, чтобы я их еще бесплатно пиарил. Такие вот порога скотятины. Отсюда мораль. Не воруйте идеи, потому что у тех, у кого идею украли, они обижаются и расстраиваются. Причем до такой степени, что потом принципиально не покупают у этих ворующих рекламу. Просто-напросто. Давайте вот так вот. Ладно. Теперь. 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 Кстати, на факты авторские права тоже не распространяются. Так что воровать идеи это еще полбеды. Народ еще ворует друг у друга факты. Особенно это видно, когда составляются всякие топ-10 самых страшных убийц на планете Земля. И везде, в каждом топе, на каждом канале одни и те же убийцы. Думаешь, какое интересное совпадение. Блин, я только что выбросил шип хелма. Я думал, что это доска, нет? Или куда я забросил? Да, вот видите, он похож на доску. Это меня сбивает с толку, блин. Я правда не понимаю, зачем Steam Engine. Потому что он все равно топливо не потребляет. Вообще ни при каких обстоятельствах. Давайте мы поставим Steam Engine сюда. И сюда топливо все равно класть-то и не нужно, насколько я понял. Так, теперь нам нужно, знаете что? Нам нужно доски вот так вот. И вот так вот мы попробуем, блин, поднять наверх шарик. Сверху у нас будет шарик. Только единственное, что не очень понятно, как мне забраться наверх. Наверное, мне нужна земля. Земля это жизнь. Сделаем вот так вот. Сейчас я к вам вернусь, когда хоть что-нибудь построю, наверное. Вот так вот. I believe I can fly. I set out the sky. Теперь, смотрите, нам нужна такая вещь, как флоутер. Это мой блок, который отвечает за полеты. Нужна шерсть, нужны и доски. Что, серьезно? Есть еще Air Balloon. А чем они отличаются? А, флоутер отвечает за то, чтобы наше сооружение не тонуло в воде. Вот, вспомнил. То есть, если мы забыли, это и для строительства кораблей. Корабль мы построим в следующий раз. Сегодня я хочу воздушный шарик. Воздушный шарик выглядит, блин, круто, офигенно. Ой, сколько у меня есть стрингов. Блин, звучит как-то дусмысленно. Стринги, я имею в виду вот эти обыкновенные нитки. По-английски они называются стринги. А по-русски стринги это немножечко из другой оперы. Шутки из Резаеда 18+. Что может быть лучше? Иногда, знаете, хочется устроить маленький скандал. Снять ролик на тему секс в Майнкрафте. Но потом думаешь, блин, у нас тут приличный канал, меня не поймут. Я просто представляю, сколько в этот момент будет бомбящих школьников на тему... Он скатился! Слушайте, вообще ни на что не хватает. Блин! Чёрт! Чёрт, мне нужны нитки! Мне срочно нужны нитки! Чёрт, 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 чёрт. Хардкор. Так, а можно как-нибудь их синтезировать там? Закрафтить? Их можно сделать из хлопка. Давайте поглянем, что у нас растёт на грядке. Грядки у нас растёт всё, что угодно, кроме хлопка. Да ну, зайцы, вы неинтересны. Да ну нафиг! Да ну нафиг! Да ну! Да ну! Да ну, да ну, да ну, да ну. Ах да, и самое главное, ребята, когда ты хочешь отомстить тому, кто украл у тебя идею, ты пишешься на его канал в надежде украсть у него идею и зафигачить на свой канал, чтобы, ну, всё, месть, сладка, понимаете, всё такое. Приходишь, выясняется, что воровать нечего, понимаете? Там нет хороших идей. Ты такой, твоё же налево. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А наш компьютер не тянет сборку World of the Ring. Почему, непонятно. А чё такие действительно подлагивания? Такое впечатление, что где-то что-то взрывается. Ха, ладно. Знаете, что я сейчас буду делать? Я, наверное, опущусь в шахты заброшенные. Буду там убивать пауков или кого-нибудь ещё. На мне нужны стринги. Причём мне не хватает, наверное, сколько там штук? 9, 12, 6, 18. 18 есть, одна штука есть. Мне не хватает 17 ниток, ребяташки. 17 ниток. За нитками будем... Да, блин. Блин, 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 блин. Так, сейчас я умру. Так, где же мне найти пауков? Хоть каких-нибудь, хоть заварящих. Пойду искать. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Ауч. Нет, это я не туда поплыл. Я уж тут третью или четвёртую ночь по счёту тусуюсь. Но нас собирал такие ниток, гнилое плоти и всякие хероборы. Причём мне пришлось это делать в обычном мире. Твою же налево. Я уж хотел чакоба. Если уж пошла, думаю, такая пьянка, давай-ка ещё чакоба с собой прихвачу. Нет, героин, обойдёшься без чакоба. А чё тут за... Ауч! О, и ещё давайте меня кто-то поджёг. Ладно, чакоба мы разберёмся в следующий раз. А почему он дымится? Классический эндермен. Ох ты, что это такое? Офигеть можно. Ауч! Да вы издеваетесь. Вы психи ненормальные. Вы просто ненормальные психи. Пошёл, называется, в властелин кольца поиграть. В чёрте, чё тут происходит. А-а-а! Фу! И ты иди отсюда. Это зомби, по-моему, из Таункрафта. Пятого или четвёртого здесь стоит. Курлык, 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 курлык. Классический эндермен. Классический эндерперл. Так, нитки нам тоже понадобятся. Из них можно сделать себе вот такие вот бэкс, седлбэк. А где у них сёдла? Вот. Нам нужно ещё обычное седло, которое крафтится вот так вот. Отлично. Давайте я как-нибудь с собой заберу. Подождите, а у нас можно здесь крафтить лассо? Блин. Я уже сбиваюсь столько, где что находится в этих сборках. У меня вагон и маленькая тележка. Ладно, сейчас вернусь. Пытка номер два. Раз. Два. Всё. Он мой. Он мой. Пошли со мной. Пойдём, Чакоба. Надеюсь, какие тут не съедят. Ладно. Я вернусь потом с кожей, с седлом и покатаемся на этой птичке в следующий раз. Пока что мне хватает дракона и воздушных шариков. Так, господа, сейчас последний штрих. Делаем снова вот по этому рецепту шариковые баллоны. Пойду-ка я собрать этот механизм. Единственное, что я точно помню, что шарик, вот этот белый, он должен быть сплошным. То есть нельзя там просто делать его полом, как сундук. Нет, ребят, он должен быть полностью цельнолитным. Если уж, я думаю, теперь у меня этих блоков много, я попробую что-то сделать более интересное, чем просто квадратик из белой шерсти. Нет? Не хочешь? Хм, странно. Секунду. Короче, это какая-то башка с острова Пасхи, не иначе. Вы гляньте. Вы гляньте. Или птица ржевшая. Короче, мне форма нравится. Теперь, торжественно, знаете, что надо здесь делать? А как я буду заходить сюда? Это очень хороший вопрос, господа. Я еще топор потерял. Ну и ладно. В общем, короче, сделаю вот такую форму. Это какой-то, конечно, арт-хаус получается, но я надеюсь, что я потом допилю. Дальше. Нажимаю вот эту кнопку. Корабль собирается. Теперь я могу входить и выходить. Я пока что еще не сел в корабль. Теперь, кстати, по-моему, сундуки можно еще ставить. Сюда можно будет поставить сундук. В общем, можно допиливать, допиливать и допиливать эту конструкцию. Но мне нравится. То есть где-то что-то такое лодку напоминающее есть. Где-то. Нет, ну это корма. А, тут полублоками надо было сделать. Ну ладно, это я потом подумаю за кадром. Вы тоже можете подумать и мне сказать, как можно ее перестроить. Я думаю, что все-таки в следующий раз я просто когда буду строить катер или какой-нибудь водоплавающий механизм. Ну да, корабль. Водоплавающий механизм. Нормально. Ладно, теперь мы нажимаем непосредственно Mount Ship. Теперь я сижу внутри корабля и могу им управлять. Теперь, чтобы подняться на... Теперь нажимаем кнопочку вверх. А, нет. Вот эта кнопка наверх. Там-там-та-та-там-та-та-там-та-та-там-та-там-та-там-та-там. Блин, к сожалению, вот как бы ударить так. Сделать, чтобы я был подальше. Офигенно. Во. Во-во-во-во. Все, господа Медленно поднимается И можно вперед, назад, вправо, влево Если направо Она поворачивается медленно и летит Офигенная анимация Ребята, вы видели? Это просто тщательно проделана анимация Все гладенько работает Офигеть можно Ну-ка, отлично 30 фпс, плавный полет Ешки матрешки Я вообще собрался на этом девайсе прилететь К дварфам, прямо к ним в крепость И удивить их этой конструкции Какой скоростью мы летим? Давайте посмотрим Мы летим довольно приличной скоростью То есть, чем выше поднимаешься, тем выше скорость Судя по всему Ну-ка, давайте проверим эту теорию Поднимаемся Я сейчас нахожусь на 104 уровне Блин, эпик, эпик Просто эпик Правда, от первого лица ничего толком не видно Кроме того, что тут Не закрывается дверка Я могу выпасть в любой момент Ну что ж, ребятки Такая вот интересная сегодня была сия Благодарю за просмотр, за подписку и лайки Не удивляйтесь, что мы сегодня так мало сделали На самом деле тут в две руки Особо сильно много не сделаешь Если вы здесь впервые можете смело подписываться У нас интересные сборки модов Интересные команды для Майнкрафта Всякие разные механизмы без команды И командных блоков в том числе Лайфхаки для Майнкрафта И множество, множество всего интересного Даже немножко обзоров инди-игр Специально для тех людей Которых уже немножечко надоел Майнкрафт Мягко говоря Всем удачки, всем пока И фуру вам бабла В следующей серии Напоминаю, что Назначение этих самых активных комментаторов Происходит в абсолютно любом ролике В любой рубрике Но Сразу говорю, ребят Не нужно Флудить Потому что некоторые люди Просто набивают себе счетчик сообщений Совершенно бессмысленными сообщениями Ребят, это не будет учитываться В любом случае Ё-моё Ух ты Он по инерции летит Назад И не реагирует на мои движения Слушайте, вот А, тьфу Я не в ту сторону повернулся Вот бестолочь Вот Так, ну Я хочу назад лететь Так, понятно Этот механизм Обладает инерцией Офигеть можно, ребят Этого не видно на камере Но попробуйте сами Архимед Шипс Это нечто Совершенно удивительное Пока Да, ребят Я офигеваю Но эта штука Я прилетел на этой штуке 500 метров И даже не заметил 500 блоков Она, блин Шустрая и быстрая Как я не знаю что Офигеть Просто Офигеть Не машина Зверь И судя по всему Она набирает скорость За временем То есть Если бы долгое время Лететь вперед Она начинает набирать Инерцию И двигаться все быстрее И быстрее Вау Вау Это эффективный способ Передвижения Вот этого я не знал Об этом моде Знал бы Использовал бы Давным-давно И намного раньше Вот теперь точно все